Ага, плюсики вижу. Отлично, спасибо. Спасибо большое за обратную связь. Так, давайте для начала напишем, кто откуда мы, то есть кто какой регион представляет, что мы с вами познакомились, узнали, какая география у нас сегодня присутствует на вебинарной комнате. И еще дайте обратную связь. Поставил кто-нибудь на запись этот вебинар? Очень важно, дайте обратную связь. Так, вижу Тамбов на связи, Чувашия, Москва, Нижний Новгород, Пермский край, Владимир, супер, отлично. Так, сегодня мы с вами поговорим про сопровождение новых партнеров. Меня зовут Василий Фьян, я являюсь директором команды БМД-21. До прихода в этот бизнес я был студентом, закончил Британский колледж, затем работал по найму. В работе по найму не увидел никаких перспектив, то есть искал какие-то варианты, чтобы развиваться самому и создавать свой бизнес. Заинтересовало в нашем проекте то, что можно создать свой бизнес онлайн с помощью интернета, с помощью интернет-технологий. На данный момент в команде более тысячи партнеров по всей России. Так, давайте начнем, когда мы с вами познакомились уже. План нашей встречи на сегодня. Сначала я объясню важность сопровождения, то есть зачем оно нужно, что это такое. Затем дам несколько рекомендаций, то есть что делать после регистрации, то есть вы зарегистрировали нового партнера, что сразу нужно делать. Затем, то есть именно сопровождение, именно потом уже что делать дальше с человеком. И мы подведем с вами итог. Поэтому давайте сразу же начнем. Так, важность сопровождения. Смотрите, в нашем бизнесе есть три важных этапа. Первый этап – это рекрутинг, это приглашение. Второй этап – это вовлечение. И третий этап – это сопровождение, это как раз-таки действие после регистрации, то есть доведение до результата. Ну, смотрите, по поводу первого этапа – рекрутингу. Дайте обратную связь, у кого есть хотя бы от двух личных регистраций, вообще в принципе, даже не за этот каталог. То есть у кого есть от двух регистраций, то есть и более за тот момент, как вы в бизнесе. Так, плюсики вижу. Отлично, отлично, спасибо. Спасибо большое. Все отлично, значит, вы, в принципе, рекрутировать умеете. То есть нужно просто, может быть, увеличить количество действий в этом направлении. Теперь важно понять, что именно делать после регистрации, потому что это очень важно. То есть мы не занимаемся просто переписью населения. За переписью населения нам тоже деньги не платят. Если бы все было так просто, я бы пошел в паспорт инсталл и переписал там все население города Чебоксары, где я сейчас нахожусь. Поэтому давайте сейчас поговорим, что делать именно после регистрации. Давайте дам свои рекомендации именно, то есть как сейчас. То есть я буквально недавно к этому пришел, то есть что сейчас нужно делать. Смотрите, очень важно сразу же нового партнера, сразу же включить в работу и сразу же, то есть включить в бизнес, включить в действие. Поэтому первое, что я делаю. Скидываю стартовое письмо и скидываю свое приветственное видео, которое записал. То есть вы это видео можете записать сами, чтобы познакомиться, чтобы сразу объяснить, кто вы такой, какие у вас есть нюансы в команде и так далее. Затем сразу же нужно с человеком созвониться. То есть зачем нужно делать созвон? Сразу же включить первое действие. То есть начать приглашать знакомых, вывести на звонок ко мне. Вы сразу объясняете новому партнеру, чтобы он не сам на первом этапе объяснял суть бизнеса. Потому что, ну скажу откровенно, кто сразу понял, вот сразу с первого дня, с первой презентации, что нужно делать и в чем суть бизнеса. Откровенно говоря, кто сразу это понял, дайте обратную связь. Кто не понял, поставьте минус. Потому что это тоже нормально. То есть мы посмотрим сколько нас. Мы практически все, я тут вижу, ставят минусы. То есть поэтому на первом этапе, если даже человек сам не понял, он не сможет, то есть мы грамотно именно объясните, именно грамотно подчеркну, именно в чем суть нашего бизнеса. Он сможет объяснить, но это может по-разному. То есть он может сказать, что там нужно людей приглашать. Он может объяснить наш бизнес так, что это может показаться, например, лохотроном. Поэтому на первом этапе вы с ним согласовываете, что в первой презентации его знакомым будете проводить именно вы. То есть его задача – вывести к вам на звонок, к вам на связь, на скайп, на звонок телефона, неважно, своих знакомых сразу же. Как это можно сделать? Для этого есть шаблон. Все его увидят, дайте обратную связь. Этот шаблон я сейчас отправляю ВКонтакте новому партнеру, чтобы он разослал своим знакомым, чтобы он это раскидал сразу же своим знакомым. И те, кому интересно, хотят связаться, то есть сразу же, не затягивая ни на завтра, ни на послезавтра, ни через неделю, ни через месяц, а сразу же в этот же день, то есть сразу же мы созваниваем, сразу же проводим презентацию. То есть сразу мы регистрируем нового партнера. Зачем это нужно сделать? Смотрите, когда вы показываете новому партнеру результат, то есть первые успехи, первые достижения этим действием. Понятно, да? Затем нужно сразу же добавить в чаты, какие чаты у нас сейчас есть. У нас есть чаты в программе. Чат нового партнера, чата продукции, чата wellness. Важно также объяснить ему, что в этих чатах нужно писать, для чего они нужны, скинуть правила чата, чтобы не просто добавить в глухую и все. Также все это нужно обговорить. Затем я даю задание изучить каталог. То есть ему нужно изучить каталог. То есть, как я конкретно говорю, тебе сейчас нужно изучить каталог и посмотреть, что ты уже можешь заменить из того, чем ты пользуешься сейчас. Что ты покупаешь в обычном магазине, на что ты можешь заменить, на свой интернет-магазин. Какие продукты ты можешь заменить из своего интернет-магазина. И это нужно сделать до завтра. Вот раз таки договариваемся на созвон, то есть на завтра. И добавляя его в таблицу сопровождения. Так, с этим все понятно по первому дню. Дайте обратную связь. Если есть вопросы, сразу же пишите. Давайте разберем, то есть первый день. Плюсики вижу. Отлично, спасибо большое. Вопросов, как я понимаю, в этом на первом этапе нет. Все, хорошо. Теперь, то есть второй день. То есть мы также с ним созваниваемся. Важно также во второй день позвонить, а не на третий, пятый и так далее. То есть сразу вопросы по изученному видео, по каким он видео изучил уже. И согласовать нужно цель и сроки. То есть какая имели в этом бизнесе, какие сроки, нужно все это согласовать. Ну то есть срок личный я сейчас какой ставлю за полгода, это то есть золотой директор. Открытие золотого директора за полгода работы. Затем изучил функционал бизнес-партнера и объясняю, как это все можно сделать. Все наш функционал знают, дайте обратную связь. Затем мы с ним также приводим страницу в порядок. Приводим страницу в порядок, мы с ним вместе. То есть сразу по телефону или же по групповой связи, по скайпу, неважно. Сразу же приводим его страницу в порядок и начинаем создавать ему личный бренд. Затем делаем заказ от 20 баллов. Зачем это нужно делать? Лично, то есть я и мы по своей команде решили, что теперь мы добавляем на обучающий сайт только на минимальном заказе от 20 баллов и более. Поэтому минимальный заказ сразу же нужно сделать от 20 баллов и более. Потому что это реально. То есть 10 баллов это тысяча рублей. На тысячу рублей каждый месяц по-любому что-то себе покупает. Но это 100%. Поэтому сейчас его задача заменить обычный магазин на свой интернет-магазин. Вот и все. Очень просто. И затем начать самому приглашать знакомых. То есть мы с ним уже звонки провели. То есть он послушал презентацию. Есть записи. Должны быть у вас записи ваших звонков. Уже они должны быть. Нужно их сделать обязательно. Вы ему также скидываете. Скидываете примеры своих переписок. И все. И начать приглашать знакомых. Так. Ирина увидела ваш вопрос. Да, Ирина. Сейчас мы добавляем от 20 баллов и более. Это говорю. Сейчас мы приняли по нашей команде такое условие. То есть вы можете также его додумать. Или же сразу добавлять. То есть я конкретно озвучиваю. То есть что мы делаем сейчас по нашей команде. Поэтому от 20 баллов и более, когда человек делает заказ, мы его добавляем на обучающий сайт. Вот. И мы также договариваемся уже с человеком на следующий звонок. Вот и все, в принципе. Все очень просто. И вот так за два дня мы делаем все, что раньше, например, растягивали на неделю, на четыре дня, на пять дней, на три дня и так далее. То есть сейчас важно как можно быстрее сразу же все озвучить, все сделать и сразу же понять, человек готов делать или нет. То есть что потом возможно. То есть как раз таки уже сопровождение. Все очень просто. Если человек выходит на связь, берет трубку, то есть обучаем всему, что умеем сами. Ничего выдумывать не нужно. Вот все, что умеем сами, вот тому и обучаем. Как включать новых партнеров, как сопровождать, как вести, то есть как вебинары проводить, как видео записывать, как личный бренд. Просто обучаем тому, что умеете делать именно сами. И задача, чтобы партнера надо развивать, можно быстрее, двух команд и более, чтобы он выполнил все условия, чтобы начать развивать две команды. Если же человек не берет трубку, не выходит на связь, не проблема, посылаем ему смс-сообщение, предупреждаем его, что мы будем ему сообщать раз в каталог о том, что сколько у него человек в команде, о каких-то акциях, о каких-то предложениях, что у него есть интернет-магазин и так далее. И звоним ему раз в каталог, сообщаем новости, акции, вовлекаем постепенно именно. То есть не нужно агрессивно вовлекать его. То есть постепенно рассказываем, показываем, узнаем, как у него дела, сдруживаемся, знакомимся. Если, смотрите, если с человеком будет просто формальное общение, просто формальное общение, просто раз в каталог делай заказ, то есть или нет, то люди не будут включаться. Если же вы с человеком сдружитесь, пообщаетесь, познакомитесь, будете знать, как у него дела, например, как у него там дети и так далее. То есть все равно это уже, у вас уже мостки налажены, и этот человек может также включиться в бизнес, или же, по крайней мере, он станет лояльным потребителем, который будет потреблять для себя, покупать для себя. Это тоже товарооборот. Так, с этим понятно все, дайте обратную связь. В принципе, ничего сложного в этом нет. То есть я сейчас объяснил именно, что вот сейчас нужно делать. Вот сейчас первые действия, и, то есть, потом. Потому что у каждого система сопровождения, она, конечно же, разная идет. Смотрите. Вот что такое вообще сопровождение? Немножко тоже на это надо концентрировать внимание. Сопровождение – это очень показывает картинка. То есть мы помогаем партнеру прийти к его цели. Мы помогаем, но не делаем за человека. Нужно также это выяснить человеку, то есть делать все действия сам. И задача ему научиться сделать это все самому и научить своих. Но мы ему помогаем. Как мы ему помогаем? Мы помогаем его звонками, поддержкой, видеообучением, вебинарами, личным примером. Самое главное – это личный пример. Если вы это делаете, то, конечно же, ваши партнеры также будут это делать. Глупо играть, можно сказать, в босса и просить делать партнеров то, что не делаете вы сами. Потому что вы даже не сможете научить этого, потому что вы не знаете всех нюансов, всех подводных камней. Вы знаете просто теорию. А теория – это, как правило, просто красивые слова. Практика немножко отличается от теории. Кто с этим согласен? Дайте обратную связь. Сейчас пойдут плюсики. Плюсики у нас суперкласснообразные связи у нас. Разнообразие – десяточка. Отлично. Ну, в принципе, я вот все сейчас объяснил. То есть как раз-таки именно первые действия. Потому что мы сейчас что сделали? Мы просто вместо пяти-шести дней раньше, если мы там включали постепенно, долго, мы сейчас просто делаем это все сразу в первые два дня. То есть задача – просто нужно максимально рекрутировать. Здесь, на самом деле, все взаимосвязано. Рекрутинг и запровождение. Если у вас, например, личных там за каталог 5-6 регистраций, то вы, конечно же, хотите максимально там как-то включить, там долго нянчитесь с партнером и так далее, потому что у вас людей мало, что у вас регистрации мало, у вас некому включать. Поэтому вы начинаете вдумывать, начинаете задавать себе вопросы так, почему они не делают, как заставить, как их смотивировать и так далее. Когда у вас каждый день есть по 20, вернее, не каждый день, каждый каталог по 20-30 личных регистраций, там уже есть система сопровождения грамотная, например, как эта. То есть там уже люди сами включаются. Там просто эта статистика. То есть из шести человек, может быть, один включится, из 30-20 партнеров новых регистраций новых партнеров включится, человек 5-10, 15 и так далее. Но 5 точно включится, если идет правильное включение, и там не стоит вопрос, то есть где брать партнеров. То есть все взаимосвязано. Рекрутинг и также сопровождение. С этим понятно, кто с этим согласен. То есть 6 регистраций, 5-6 регистраций, то есть это мало. То есть тогда, говорю, включается. То есть мы хотим как-то их смотивировать, задаем вопросы, почему они не делают и так далее. Просто делайте сами. И еще раз говорю, личный пример, личный пример. Делайте вы, делайте ваши партнеры. Все очень просто. Так, сегодня мы с вами обсудили, значит, важное сопровождение. Затем, то есть что делать после регистрации. Как раз я немножко объяснил, что такое сопровождение. Еще раз повторюсь, это не делание за человека. Это показать ему личным примером и помочь, подсказать, поддержать в каких-то моментах. То есть обучить. Вот это то есть и есть сопровождение. И как итог, то есть эта картинка мне тоже очень нравится. То есть мы команда. Команда работает на общий результат. Хочу привести такой пример, вот как футбол. Ну вот представьте, вот есть команда, вот футбольная команда, неважно какая. И представьте, что в этой команде у каждого, то есть 10 человек, каждый из них играет за свою цель. У кого-то чемпионат выиграет цель, у кого-то денег заработать, у другого просто контракт отработать и так далее. А есть другая команда. Вот они все заточены на том, чтобы выиграть чемпионат. Чтобы выиграть чемпионат, победить, стать чемпионами. И что самое интересное, смотрите, в первом случае, в первой команде, где каждый сам за себя, они вряд ли каждый достигнет своей цели. Кто-то достигнет, да. Но не все, далеко не все. Потому что они чемпионат-то проиграют, то есть у кого выиграет чемпионат, он цель свою уже не выполнил. А во второй команде, если там общая цель одна, выиграть чемпионат, там все выигрывают. Там и деньги у них будет, и слава у них будет, и контракт, чемпионат и так далее. Я не объясню. Дайте обратную связь. Поэтому, то есть, задача, то есть, работать именно командой. Создать, сплотить свою команду. Именно, то есть, свою команду и идти к общему результату, к общей цели. Давайте так, если есть вопросы, пишите в чате, постараюсь ответить. Если нет вопросов, дайте обратную связь. Вообще, напишите, сегодня что-то новое, полезное узнали. Надеюсь, мой не просто так хорошо. Отлично, спасибо. Это самое главное, самое важное. То есть, для меня, что самое главное, вы сегодня взяли что-то новое. Самое главное сейчас это применять и это использовать. Уверен, что вам это очень поможет. И вы добьетесь своих результатов, своих целей. Все, отлично. Тогда всем хорошего дня. Желаю как можно больше новых партнеров, как можно больше активных партнеров. И как можно быстрее, чтобы у вас сколотилась ваша команда. И применяйте уже мысли, которые у вас появились сейчас. Пропишите их и применяйте уже с сегодняшнего дня. Не с завтрашнего, не с нового каталога, а уже, то есть сейчас. Все. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok